Добрый день, дорогие друзья! Ну что, конец февраля, начало марта, пора нам рассаживать с вами помидорки. Вот я уже приготовила семена, которые у меня есть в наличии. Ну, опять купила вот такой сорт. Видите, вот там, ну что такое название, кто может устоять? Я обязательно, конечно, иногда экспериментирую, пытаюсь найти какие-то новые семена, но в основном я сажаю традиционно те семена, которые мне понравились. И сажаю я уже в десятилетиями. Вот такое огромное количество. У меня, скажете, так они, срок годности у них истек. Да нет, друзья, вот что интересно, даже помидоры 15-16 года семена сажаю, вот которые пожелтевшие, это, конечно, уже вот старенькие явно, наверное, здесь не подписан год. В основном я сажаю вот розовые, то есть пишу розовые крупные в 21 год. И все они всходят. Нет у семян помидор, нет сроков. Если перцы капризные, то помидоры нет сроков годности у них, значит, потому по схожести. Прекрасно всходят семена десятилетней давности, и ничего им не делается. Ну, я просто беру листочек, бумаги, ну, как бы там, я сначала их промываю, особенно ничем таким не занимаюсь, сверхъестественно. Просто промыла на ситечко, они подсохли, и вот убираю, вот так вот сворачиваю и убираю. Если вам некогда, или вам не хочется, или нет времени, я даже вот такой вот вариант. Просто на листочек они высыхают, и вот совершенно прям аккуратненько, просто вот ногтем их вот так вот. И вот видите, они уже сами, ну, прекрасная схожесть. Вот слушайте, сколько я в последнее время не покупала семян, ну, это я не знаю, или там три семечка, или там пять, из-за которых одно взошло, и не растет растение. Ну, просто вот знаете, какой-то везде обман. Одна семечка уже стал стоить до 50 рублей. Друзья, ну зачем? Я вас всех призываю. Самим. Семена, вот такие вот, совершенно несложно, абсолютно. Вот вы кушаете помидор, у меня даже до такой степени бывает, что если я, например, где-то у кого-то бывает в гостях, и вдруг спрашиваю, а что у вас за помидорки, они там говорят, ой, это вот мой личный сорт, там я вот... Так знаете, я вот нисколько не стесняюсь взять, например, вот видите, 2018 года, вот, например, семена. И пишу, например, там, у кого я взяла, например, семена, и даже пишу, чей это сорт, и очень долго у меня сохраняется, чей, например, этот сорт, у какой хозяйки я взяла. Или коллеги приносят, вот на работу, например, приносят помидоры. Летом очень много мы кушаем помидор, и нравится, мы быстренько все эти семена сразу же всех вот выпускаем, так мы это называем, значит, и всем потом, кому надо, все эти семена, например, раздаем друг по другу. Очень правильный вариант, схожесть 100% своих семян. И понравилось вам, все из года в год вы оставляете. Так что я думаю, друзья, вот такой опыт, особенно начинающим молодым садоводам, кто только огородником, кто начал заниматься, не надейтесь ни на какие супермаркеты, ни на какие магазины семян, потому что очень-очень много сейчас как бы такой, скажем так, лохотрона. Просто сбор денег, больше никак это не назовешь. Такое разочарование, потому что ты вложил свой труд, ты ждешь, как говорится, время идет, а там или вообще ничего не всходит, как у меня в прошлом году перцы. Из 10 семечек взошло 2, один из них он так и не вырос. Выросло какое-то, я не знаю, какое-то обезьянье дерево, господи, прости меня, там вообще ни одного плода не было. Вот, то есть разочарование полное. Не буду называть фирму, где я выписывала, но точно знаю, что я больше там заказывать ничего не буду. И только лишь вот так вот. Понравившиеся мне покупные, испытанные моих друзей, знакомых, коллег. Так что, друзья, ну что вам, удачных посадок, удачного большого урожая, а сейчас пока идет подготовка, так сказать, уже к посадке. Вот в первых числах марта я посмотрю по календарю, когда благоприятный день, и посажу. Ну, предварительно я сажаю как? Я замачиваю семена на 12 часов. Просто в теплой водичке при комнатной температуре. Они разбухают, и я аккуратно зубочисточкой делаю бороздки и их сажаю. Во-первых, даже при таком, ну да, чуть подольше, но зато вы по одному семечку посадите, аккуратно все у вас взойдет, и они набухнут, наберутся сил, и прекрасно всходят. Буквально помидоры вообще на третий день всходят. И чудо. Потому что вы, например, где-то не долили, где-то почва еще такая у вас не сильно влажная. Перельешь, они сгниют. Не дольешь, они не всходят долго. Поэтому вот способ замачивания изумительнейший. Вот рекомендую вам так попробовать. У меня есть ролик, друзья, я вот, если интересно, посмотрите. Я вот опубликовала перед этим видео ролик, как я замачиваю семена. Так что, друзья мои, в данном случае семена перца. Но, друзья мои, я с вами прощаюсь. Все доброго и до будущих встреч.